Макеевская школа номер 100 – одна из трех, которые должны быть закрыты в этом году по решению городского совета. И так же, как в третьей и двадцать седьмой, в сотой школе часть родителей отказалась переводить своих детей в другие учебные заведения. Сегодня они пришли на праздник первого звонка в свою родную старую школу. В сотой школе оставили свои документы 10 человек. Еще появилось два первоклассника. Основная причина, по которой родители не хотят, чтобы их дети переходили в другие учебные заведения – их отдаленность и необходимость подвоза детей автобусами. Я просто знаю, я работала на Крымке, я знаю, как туда добираться. Это дороги, это бездорожье, это бугры, туда постоянно не доедешь, идешь пешком наполовину, гололед, спуск и все. Нас это не устраивает. Если бы, я же говорю, предоставляли школу на четыре поселка, неужели ни у кого ни душа не болит, как эти дети будут вообще жить дальше, развиваться. А поселку – все. Поселка не будет, если закроют школу. В автобусах у нас были аварии. У нас здесь балки. Очень аварийная ситуация на мостах. Были перевернутые автобусы вместе с людьми. Если этот автобус с разъезженной дороги улетит в балкон, просто разобьется и взорвется вместе с детьми, с людьми. Поэтому я бы не хотела рисковать здоровьем своих детей. День знаний в сотой школе прошел по традиционному сценарию. Со стихами и песнями детей, напутственными словами родителей и учителей, первым звонком. Беда только в том, что после долгих судебных тяжб апелляционный суд вчера принял решение оставить в силе постановление Макеевского городского совета. То есть на данный момент школа должна быть закрыта. Мы законопослушные люди. Есть решение апелляционного суда. Ликвидационная комиссия принимает это решение как шаг к действию. Школа закрыта. Все учителя трудоустроены. Никто не остался за бортом. Все трудоустроены. Вопрос подвоза детей решен. Право выбора школ перед ними были. И 102, и 99, часть детей в Фарсиску шла. Понимаете? То есть родители выбрали в этой ситуации школы и учебные заведения. Остальным родителям тоже предоставляется это право. Они пока не хотят им воспользоваться. И действительно, прямо на праздничной линейке родителям предложили проехать в другие школы и определиться с выбором, куда они будут переходить. Дети должны учиться. Поэтому стоит автобус. Вы ради интереса и экскурсии можете сесть сейчас, проехать в 99-ю школу, проехать в 102-ю школу, посмотреть условия. Вы же знаете причину закрытия. Это предложение родители отвергли. Никто никуда не поехал. После линейки дети зашли в школу, однако занятия там так и не начались. Технически школа готова к началу учебного года. За лето родители своими силами привели в порядок классные комнаты и коридоры. Однако есть одна существенная проблема. Из учителей в школе остались только директор и зауч. Учить детей попросту некому. Преподавателей нет. Поэтому как? Поймите нас тоже правильно. Я вот со стороны, я вот тоже сама, как говорится, на сегодняшний день еще без работы. У меня нет ни заявления, ни подписано в управлении, ничего. Поэтому вот на сегодняшний день войдите в положение. Я беру любого учителя. Возьму свою Познякову Анну Владимировну. Она одинокая. У нее 4 года ребенку. Она сама математик-информатик. Ей предложили в 16-й школе 20 и больше часов. То есть с перспективой на будущее молодой педагог и так далее. Куксина Наталья Васильевна, учитель украинского. Приложили тоже. Она вся в 99-й школе нагружена. Классное коревництво и так далее. И тоже, поймите, ну кто захочет на биржу потом вот через 20 дней становиться и так далее. Ну чисто из человеческих. При этом родители утверждают, что им угрожали уголовной ответственностью, если они откажутся перевезти детей в другие школы. Они подъехали и сказали нам, что вы несете полную ответственность за детей. Потому что вы их не отправляете в школу. Как это мы их не отправляем в школу, если документы у нас в этой школе. Школа не закрыта. Ничего. И они самостоятельно вообще зашли во двор. Не позвали никого. Сами не представились. Ничего. Как оказалось, определенная доля истины в подобных предостережениях есть. Если сотая школа будет официально закрыта, родители обязаны будут отправить детей в другие школы. Родители начинают нарушать статью 184 семейного кодекса, где написано, что они должны обязательно дать образование детям. В данном случае дети должны учиться. Должны учиться. Если не будут пускать учиться, значит несут ответственность теперь родители. Тем не менее, многие родители говорят, что они не собираются сдаваться и будут бороться за свою школу до конца. Тем более, что есть возможность обратиться в суд высшей инстанции. Надежда погибает последней. Поэтому завтра еще мы с сыном решили прийти и как бы посражаться за нашу школу. Я надеюсь и верю. Я хочу, чтобы нас услышал Мальцев, Лях. Все наши, все наше руководство полянские. Чтобы не смеялись, а посмотрели на наши слезы. Просто на материнские слезы. Завтра родители вместе с детьми собираются вновь прийти к своей родной сотой школе. Уговоры посмотреть другие учебные заведения так и остались без ответа. Подобная ситуация сложилась и в двух других проблемных макеевских школах. Первые звонки сегодня прозвучали во всех макеевских школах без исключения. Даже в проблемных и закрывающихся. Однако их дальнейшая судьба, так же, как и судьба учеников, которые сюда пришли 1 сентября, пока остается под большим вопросом. Из Макеевки Сергей Болдырев, Первый муниципальный.